Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Вот мы озвучиваем вопросы-ответы, которые на нашем сайте, в Освете Библии были. Вопрос 3920, 27 том, открытым оком. Вопрос. Старушки часто крестят стоящих впереди себя в храме, боясь, чтобы от тех на них не перешел дьявол. Ну как узнать, в ком он? Ответ. По делам и по словам. Иногда это зримо, а чаще в тихой форме. Первая она. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Всякий, ненавидящий брата своего, есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Выступая по радио Ватикана, Габриэль Аморт, нынешний главный экзорцист при Святом Престоле, заявил, что Адольф Гитлер, все нацисты и глава СССР Иосиф Сталин были одержимы дьяволом. Конечно, дьявол существует, заявил священник, и он может завладеть душой не только одного отдельного человека, но даже группы людей или целого народа. Я убежден, что нацисты все были одержимы дьяволом. Достаточно только подумать, что делал Гитлер и что делал Сталин. Почти наверняка они были одержимы дьяволом. Об этом можно судить по их поведению и поступкам, по ужасам, которые они творили, и по тем чудовищным вещам, которые делались по их приказаниям. Поэтому мы должны защищать общество от демонов. И даже, как стало известно в третьем тысячелетии, согласно недавно опубликованным секретным документам Ватикана, во время войны, тогдашний Папа Римский, Пи XII, пытался на расстоянии изгнать дьявола из Гитлера, что, увы, не вызымело никакого эффекта. Кавычки открыты. Достаточно только подумать, что делал Гитлер и что сделал Сталин. А подумать действительно есть о чем. И вспоминается не только Гитлер, нацисты и их освенцем с Дахау. Только подумать, сколько десятков миллионов человеческих жизней истреблено. Словно мусор. Евреев, русских, украинцев и других. И вспоминается не только Сталин, НКВД, ГПУ и их десятки лагерей по истреблению и поголовье собственного народа. Миллионы не вернулись домой. Но почему только Сталин и Гитлер? И я вместе с Габриэлем Амортом, конечно же, убежден, что дьявол существует и он может завладеть душой не только одного отдельного человека, но даже группы людей или целого народа. И, конечно же, не только Гитлер и Сталин. Достаточно только подумать о родной для господина Аморта католической церкви, которая с момента своего господства никогда не терпела инакомыслия. Достаточно только вспомнить, как на протяжении столетий в феодальном мире костры инквизиции пылали там, где пробивались ростки нового, передового, торжествовал разум, возникала надежда на социальную справедливость. Достаточно только подумать о деятельности инквизиции как особого церковного суда католической церкви для борьбы с ересью и свободомыслием, который был положен Папой Иннокентием III, понтификат 1198 по 1216 год. Она действовала почти во всех католических странах с XIII по XIX века. Конечно, дьявол существует. Достаточно посмотреть на кровавый след в истории, какой оставила испанская инквизиция. В 1480 году король Фердинанд Костильский учредил новую инквизицию во главе с доминиканцем Томасом Тарквимадой. Она стала орудием абсолютизма в борьбе против всех инакомыслящих. За 18 лет своей работы в кавычках Тарквимада по данным Лерон Те 10 220 жертв сжег живыми, 6 860 сжег фигурально после их смерти или по случаю их отсутствия, и 97 321 человека подверг опозорению и исключению службы на общественных и почетных должностях. Общий итог этих варварских казней доходит до 114 400 навсегда погибших семейств. Сюда не включены те лица, которые по своим связям с осужденными разделяли более или менее их несчастье и горевали, как друзья или родственники, о строгостях, постичь их несчастные жертвы. Лерон Те, Эха. Критическая история испанской инквизиции. Последний акт сожжения на костре имел место в Испании в 1826 году. И это только Испания. Общее же число пострадавших от деятельности католической церкви большинство каисториков оценивает 50 миллионов убитых. И история никак не может забыть 13 июня 1233 года, когда папа Григорий IX издал первую буллу, известную под названием «Голос в Риме», где был озвучен призыв действовать огнем и мечом против очутившихся во власти лягушечно-кошачьего дьявола, принимающего иногда размеры кухонной печи. Кухонной. Ну почему не кухонной-то? Кухонной печи. Ну конечно, кухонной. Кухня. Проверечное слово, да. Ее результатом стали 6000 крестьянских трупов у деревни Альтенеш. А социалистский инквизитор Людвиг Парамо, восхищенный той энергией в борьбе с ведьмами, которую развила инквизиция благодаря булле о ведьмах Иннокентия VIII, писал «Нельзя не указать, какую великую услугу инквизиция оказала человечеству тем, что она уничтожила огромное количество ведьм. В течение 150 лет были в Испании, Италии, Германии сожжены по меньшей мере 30 тысяч ведьм. Подумайте лишь, если бы эти ведьмы не были истреблены, какое неимоверное зло они причинили бы всему миру». Стоит отметить, что в число этих 30 тысяч не вошли ни 900 ведьм, сожженных в Латаргинии, ни 700 погибших от Фульде, от руки свиреповавшего в XVII веке Балтазара Фосса, ни 600 сожженных в Бамберге в течение 1624-30-х годов. Определить даже и приблизительное количество жертв булле Иннокентия VIII нет возможности. В небольшом городке Ротенбург на Никаре ежегодно десяток другой ведьм сжигаются на костре. И к XVII веку городской совет чувствует усталость от этих процессов и начинает печалиться, что вскоре в Ротенбурге не останется и в живых ни одной женщине. В небольшом осно-брюке за три месяца в 1588 году была сожжена 121 ведьма, и все женское население округа обречено на гибель. Ну конечно, нацисты только Гитлер, а все вышеописанное деяние Климента V, Павла III, Иннокентия VIII, Григория IX, Сикста V и других, служение Богу и услуга человечеству. И я уверен, что размышления Габриэля Аморт об ужасах средневекового папства и тогдашних, кавычках, Гитлерах, в Тиарах, в эфире радио Ватикана, как человек честный, умеющий распознать дьяволов-человеки, сказал бы во всеуслышанной, кавычках, почти наверняка они были одержимы дьяволом. Об этом можно судить по их поведению и поступкам, по ужасам, которые они творили, по тем чудовищным вещам, которые делались по их приказаниям. Я убежден, что католики, инквизиторы и папы, их вдохновлявшие, все были одержимы дьяволом. Да, Габриэль не мог так сказать, но не сказал. Легче вспомнить далекого Сталина и немецких, а не итальянских фашистов во главе с Муссолини, даровавшего Ватикану суверенитет. И, конечно, легче рассуждать о бесноватости давно умерших диктаторов, чем о таких же, но живых и могущих дать сдачи. Поэтому я абсолютно согласен с главным католическим изгонятелем дьявола. Мы должны защищать общество от демонов. Сколько жертв предсказал Достоевский Федор Михайлович, если случится еврейская революция? Сто миллионов голов и обошлась. Православной церкви во всем мире сколько можно представить на счет ее счет? Тут и еретики, и старые обрядцы веками гнали, душили. Дьявол есть человекоубийца и лжец, и таким он и остался, и гонит и ныне всех, кто не с ним. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога. Равно и не любящий брата своего. 1 Иоанна. Деяние 13 глава. Сказал, о, исполненный всякого коварства, всякого злодейства, Сын дьявола, враг всякой правды, перестань, не шли ты, совращать с прямых потей Господних. Иоанна 8, 47. Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. Тихотворение. Тебя, о Боже мой, тебя не признавает. Тебя, что тварь я все повсюду возвещает. Внимли последний глаз, я, если прегрешил, закон я твой искал, в душе тебя любил. Не колеблясь, на вечности взираю, но ты меня родил, и я не понимаю, что Бог, кем в дни мои блаженства лучше сиял. Когда прервется жизнь, навек меня терзал. 1792 год. Родищев. Сколько это? Прошло. 10 минут. 10 минут.